Ребята, а перед началом данного ролика я хочу объявить, что сейчас на моем канале проходит конкурс на 50 долларов для трех моих подписчиков. Как только нам берется 1000 подписчиков, я разыграю 150 долларов между тремя победителями. Чтобы участвовать в данном конкурсе, достаточно всего лишь поставить лайк, подписаться и оставить осмысленный комментарий, не только перед этим роликом, но и перед всеми. Да, я выберу случайным образом из всех своих видео. Для начала я выберу одно видео, а потом в этом видео я выберу победителя по комментариям. Так что, всем удачи! Добрый день, инвесторы и трейдеры! В этом выпуске мы будем разбирать Чайлинк. Чайлинк – это одна из тех криптовалют, которые надо иметь в своем портфеле, потому что она, так же как и Cardano, Polkadot, Cosmos и другие криптовалюты, имеет все шансы делать хорошие иксы. Разберем Чайлинк на недельном таймфрейме, посмотрим на ее привычки, на ее особенности. В 2018 году она упала на 89%, новую вершину мы покорили уже в 2019 году, она поднялась на 939%, после чего упала на 65%. Дальше мы поднялись на 203%, упали на 67%, дальше новый пик. Выросли на 429%, упали на 61%, следующий пик. Выросли на 308%, упали на 39%. И последний пик, который мы на данный момент наблюдаем, выросли на 117% и упали на 71%. Мы видим, что Чайлинк довольно волатильный инструмент, он очень часто поднимается и падает. Соответственно, для опытного трейдера можно хорошо заработать как на росте, так и на падении. С другой стороны, это говорит о том, что Чайлинк довольно непредсказуемая вещь и очень рискованно с ней работать. Надо быть с ней очень осторожным. Максимальное дно, на которое мы можем упасть, если предположить, что мы линию поддержки на уровне примерно 15 долларов все-таки пробьем, то это будет 4 доллара. На данный момент образовался такой треугольник нисходящего тренда. И мы сейчас в данный момент находимся в том месте, где должно что-то произойти. Либо мы все-таки не покорим, не пробьем эту линию поддержки и будем дальше двигаться вверх, либо в боковом движении. Либо мы все-таки пробьем линию поддержки и уже пойдем вниз. Если обратить внимание на индикатор С, то мы можем видеть, что мы сейчас на дне. То есть мы перепроданность имеем. Соответственно, можно ожидать, что линию поддержки 15 долларов мы все-таки не пробьем. И можно ожидать, что в конечном итоге у нас сейчас будет восходящий тренд после, может быть, небольшого боковика. Если же обратить внимание на индикаторы АО, то мы увидим, что нисходящий тренд продолжается. И вполне вероятно, что мы все-таки пробьем эту линию. Индикатор DMI показывает о том, что сила медведя до сих пор велика. И, соответственно, есть все шансы, что мы упадем ниже. Индикатор Копа Карв показывает о том, что сила медведев постепенно угасает. И можем в скором времени наступиться уже бычье движение. Если обратить внимание, к примеру, на индикатор ДПО, то также мы видим, что сила медведя уже подходит к концу. И можно ожидать движения вверх. Появляется такая двойственная ситуация, непонятная. Одни индикаторы показывают о том, что должен быть рост. Другие же индикаторы показывают о том, что должно быть падение. На что же тогда обратить внимание? Советую обратить внимание даже не на другие таймфреймы, а именно на поведение бинкоина. Потому что в зависимости от того, как бинкоин будет показывать себя, мы либо пробиваем эту линию, либо отскакиваем. А так как я изучал бинкоин и пришел к выводу о том, что бинкоин будет все-таки падать, он еще не на самом дне. Соответственно, можно ожидать, что мы все-таки эту линию пробьем и будем опускаться вниз. Насколько опускаться, трудно сказать. Единственное, что могу сказать, что максимальную низкую цену, которую мы можем достигнуть, это где-то 4 доллара. Крайне мал шанс, что опустимся ниже 4 долларов. Если бы алькоины не были столь зависимы от бинкоина, то можно было предположить, что сейчас будет рост, и можно было начать уже закупаться в данной точке, потому что эта данная точка довольно уже хорошая. Это дно. Смотрите, вот это дно. Это впадина. То есть, с этой точки уже можно закупаться. Как я вам ранее говорил о том, как только нащупали дно, можно уже закупаться. Если она все-таки провалилась впадину, то есть вы еще закупаетесь. Потому что знать 100% наверняка, где самая-самая низкая точка, и знать наверняка на 100%, где самая-самая высокая точка, самый пик, это невозможно. Поэтому надо и необходимо покупать частями, и, соответственно, и продавать частями. Иначе говоря, если бы не бинкоин, можно было предположить, что уже можно было пора покупать. Если вы планируете купить чанлинк, вам необходимо в данный момент разделить на 3 части. Я бы сейчас бы купил 30%, потом бы оставил еще 30% и закупился уже на 8 долларов, и еще 30% оставил для того, чтобы, если в случае мы опустимся на самое дно, то я бы уже закупился и за 4 доллара. Мы нашли дно, но не знаем, насколько оно глубокое, поэтому нам необходимо разделить свои покупки на несколько частей и покупать. Опустились ниже, купили, опустились ниже, купили. Я считаю, что сейчас образовались 3 точки, на которых необходимо обратить внимание, на которых надо покупать. Это 15 долларов, 8 долларов и 4 доллара. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорых встреч!